МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общинном центре горских евреев в Сокольниках состоялась премьера приключенческого фильма. Бениамин Нетаньяху заявил, что политика нового правительства будет определяться Ликудом и им лично. Он не потерпит терроризма как от арабов, так и от евреев. Израиль не станет подчиняться законам Талмуда. Также Нетаньяху отметил, что поддерживает разделение властей и систему сдержек противовесов. Но указал, что эти балансы были нарушены в последние годы в пользу судебной системы. Поэтому необходимо внести изменения, которые не позволят суду быть сильнее, чем правительство и Кнесет. Помимо этого, партия Ликуд выступила против изменения закона о возвращении, в частности, отмены права на репатриацию для внуков евреев. Цахал ликвидировал в Джанине двух главарей исламского джихада. 26-летнего полевого командира Мухаммеда Аймана Аль-Саади и двоюродного брата террориста Захария Збейди, 27-летнего Наима Збейди. Операцию провел спецназ Дувдиван. В ходе перестрелки были ранены около 10 боевиков. Их доставили в больницы. Израильские военнослужащие задержали разыскиваемых террористов, причастных к ряду диверсий с использованием огнестрельного оружия. Местные власти в Джанине объявили о всеобщей забастовке. В знак траура в городе сегодня не работали муниципальные и образовательные учреждения. С января следующего года суммы большинства пособий от Израильской службы национального страхования Битуах-Леуми могут увеличиться на 5%. Это связано с ростом индекса потребительских цен. А выплаты инвалидам и больным детям станут больше на 10%, потому что их привяжут к средней заработной плате по стране. Предполагается, что сумма пособия по старости вырастет на 80-170 шекелей по обеспечению прожиточного минимума на 100-230 шекелей, а детское пособие на 8-10 шекелей на каждого ребенка. Немецкая авиакомпания Люфтганза выплатит каждому пассажиру 20 тысяч долларов для восмещения расходов, понесенных во время майского инцидента. Напомню, что почти 7 месяцев назад во Франкуте группу из 100 хасидов не пустили на борт самолета, следовавший в Будапешт, из-за того, что некоторые из них были без масок. На фоне освещения инцидентов в СМИ авиакомпания публично извинилась перед пострадавшими пассажирами и заявила, что произошедшее не соответствует ее политике и ценностям. В центре Израиля во время археологической экскурсии школьников на территории Совета Азур была обнаружена печать с изображением жука-скоробея, которую около 3000 лет. Сделана она из фаянса – толченого кварца, покрытого глазурью сине-зеленоватого цвета. По словам специалистов, такая печать – символ власти и статуса. Возможно, она висела на цепочке или была вставлена в перстень. Находка относится к древнеегипетскому периоду. Изображение отражает геополитическую реальность Ханаана, когда местные цари, сохраняя внутреннюю автономию, нередко восставали против власти фараона. Киноклуб при общинном центре горских евреев вновь собрал своих друзей на киновечер. В этот раз гости посмотрели историческую новинку «Либерея. Охотники за сокровищами». Наталья Кравченко расскажет подробнее. Это величайшее литературное собрание. Полмира хотела бы обладать этой библиотекой. Только смотрите, не повредите там ничего. Это мировое наследие. Ага, принял. Режиссер Глеб Орлов с детства мечтал найти тайник. В родном Крыму он часто возвращался в деревню Подолуштой, где, по легенде, знаменитый полководец Кутозов получил тяжелое ранение, лишившее его глаза. Ходил, мне было там лет 5-6, очень внимательно всматривался в землю, веря почему-то, что я найду эту самую пулю, и на ней, я представляю себе, будет выгравировано. Эта пуля выбила глаз Кутузова. Так что да, я всегда был одержим кладами. Свою страсть к истории и поиску сокровищ Орлов воплотил в кино. Герои фильма ищут легендарную либерею, библиотеку Ивана Грозного. Историки предполагают, что до князя в Сея Руси ею владели византийские императоры, а немалую часть этой духовной сокровищницы составляют сочинения древнегреческих авторов. Это давно была история написана на виде такой заявки. Человек придумал, человека зовут Саша Семин, он придумал такую как бы немножко вольную экранизацию сокровищ нации, назовем это так, американских скейджем. А дальше уже Андрей Золотарев развил это все в сценарии большой полнометражной. На первый взгляд это просто старый славянский текст. Смысл здесь зашифрован. Ну и все, мы отдадим 10% за 5 секунд работы. Я годами дрессировала нейросеть, чтобы добиться таких результатов. Либерея «Охотники за сокровищами» – это пример классического приключенческого боевика, где главный герой не вполне осознает, какая ценность попадает ему в руки, зато ему с радостью готовы это объяснить. Таинственный незнакомец и девушка-филолог. Троице придется сражаться за свою находку и собственные жизни с тайным обществом. Сюжеты динамичны и изобилуют экшн-сценами. Интересная история была связана с вертолетной сценой, которая большей частью была снята в павильоне и с использованием большого количества графики. Опять же, это была декорация вертолета, которую мы использовали в павильоне, которая была установлена на специальной платформе, такой пневматический гимбл, который имитировал движение вертолета. Руководитель киноклуба при общинном центре объединения горских евреев Борис Ниссанов регулярно радует своих гостей кинопремьерами. Все больше гостей идут и все больше людей, которые представляют фильм. Сегодня у нас и продюсеры, и операторы, и режиссеры, и актеры. Сегодня у нас полный фарш, так скажем. Давний друг киноклуба Гаджимурат Атаков, не пропустивший пока ни одной премьеры. Мы имеем возможность задавать разные вопросы, и это дает невероятность, просто выворачивает всю внутрянку фильма наизнанку. У меня вопрос к режиссеру, где вы снимали Наринмар. Наринмар мы снимали, как это называется, Наринмар. Альтумансийский автономер. Тоже далеко. Ну, там белая безмолвие, она уж довольно одинаковая. Киноклуб – это пространство для встреч ценителей искусства, место, где раскрываются тайны большого кино, и где можно просто приятно провести вечер. Держите руку на пульсе еврейской жизни. Истории выдающихся музыкантов, дизайнеров, писателей и общественных деятелей, навсегда изменивших мир. Еврейский пульс. На первом еврейском. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый Еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова